Приветствую вас! Значит, давайте разбираться с тем, что вы написали. На грани развода с супругом. Пишите вы. Екатерина. Вы знаете, то, что вы пишете раз, что вы на грани развода с супругом, а звучит это, честно скажу, как угроза. Вот. Как некая истерика. То есть я на грани развода с супругом. Вот это трагедия. Это, конечно, неприятно. Вот. Это очень неприятно. Но вопрос в том, чего вы хотите. Тот факт, что вы на грани развода с супругом, оно означает, что у вас есть достаточно серьезные проблемы в отношениях. И вся история заключается в том, понимаете ли вы, что эти проблемы есть. И что их нужно решать. И что проблема не в том, что вы с супругом на грани развода, а в том, что есть проблемы, которые вас к этому привели, которые вас до этого довели, до угрозы, скажем так, развода. Вот. Почему так случилось? Это уже нужно выяснять. Два с половиной года только в браке, и сын один год. Соответственно, два с половиной года в браке, это действительно небольшой срок, вот. Что касается сына, ну, получается так, что вы поспешили. То есть, ну, судя по вот тому, что вы написали, да, вы поспешили. То есть, если вы молода, то я уверен, что и ваш мужчина тоже не старый. Вот. И, соответственно, я более чем уверен, что вы поспешили. Поспешили вы сыном, вот. Но вопрос сейчас не в этом, не в том, подпешили вы или нет, а в том, что общего у вас с мужем. То есть, что вас, то вас объединяет. Насколько вы друг другу доверяете, насколько вам друг другом хорошо, вот, насколько вы, скажем, близки со своим мужем и так далее. Вот это, по-моему, действительно важный момент. Потому что, ну, не важно, сколько времени вы в отношениях, важно, какое качество ваших отношений. Вот. Если их качество не очень хорошее, то хоть десять лет, разница от этого никакой. Вот. Ну и примечательно, что вы ориентируетесь именно на срок, на срок брака, а не на его качество. Я, короче, выгляжу за собой, ухаживаю, фигура хорошая, домочиться вкусно, секс даже более чем хороший, но мужу постоянные переписки в соцсетях. Очевидно, что мужу нужно что-то еще. Вот. Очевидно. Тому же ему нужно что-то еще. То есть, вот этот вы перечислили, этого, этого, может, недостаточно. Вот. И что, в общем-то, самое главное, что самое главное, это то, что вы ему этого не даете. И вы не пытаетесь. Даже, ну, по крайней мере, я важен в тексте, да, не увидел ничего такого, что могло бы указывать на то, что вы спрашиваете, что с ним происходит. То есть, вы выступаете как как преследователь. Так вы его преследователь. Преследователь мужа. Вот. Вы их берите, вы за ним следите. Вот. У вас психоз, психоз, и, кстати, психоз, это, вообще, ну, заболевание, психоз, это, очень серьезное состояние. То есть, у меня есть ощущение, что вы, вероятно, не совсем понимаете, о чем идет речь. Вот. По истерике, да. Вот. То есть, в вашем уме, действительно, чего-то не хватает. Как и говорил мой коллег. Ну, нужно проанализировать, соответственно, что, потому что дело может быть не в сексе, дело может быть не было вкусно, чисто, чисто, и так далее. Дело, скорее всего, именно в том, что мужчина лечит себя мужчиной. Вот. Что ему для этого нужно, ну, это уже, соответственно, такой, отдельный вопрос. Вот. Который нужно исследовать. Вот. Что ему нужно, чего ему не хватает. Вот. Потому что, ну, так сказать, так сказать, это, не представляется возможным. Ну, у вас истерика и обида, потому что, вы воспринимаете это на свой счет. Вот. То есть, вполне возможно, что вы, слегка-таки, в себе не уверены. Вполне возможно, что, вы себе сомневаетесь. Вполне возможно, что, несмотря на свою фигуру, и так далее, и так далее, и так далее, вы все равно все-таки считаете, что, ну, вот, с вами может быть что-то не так. Вот. Ну, и соответственно, если это действительно так, если вы действительно сомневаетесь во себе, то это вот первое, над чем нужно работать, да. То есть, мужчина, он чувствует, ну, что вы о себе думаете. вот, и, соответственно, его это может еще больше от вас отталкивать. Ну, естественно, это, скорее, опять же, следствие, а не причина. Первая причина, она, скорее всего, в другом, в другом, безусловно. Так, нам же следствие в сетях, амммммм, левые странички, телефон свой на призывы пароля, приходит домой, выключает. Хам-хам-хам. Хам-хам-хам. Очевидно, что, ааа, мужчине, ну, нужна... некая защищенность, да? личное пространство, мыши не нужны, очевидно, что с вами он этого не получает, вот, и, собственно говоря, вопрос, опять же, в том, что именно, полгода, вы пишете, узнали, что видится с девочкой, типа, встреча, требовала развод. Да, т.е. вот у вас такая позиция, узнали, что он видится с девочкой, сразу потребовали развод, т.е. не спросили, а почему, что случилось, как так, чего не хватает тебе, там, что-то еще, сразу развод начали требовать, вот, зачем, именно что, требовать, да? Т.е. заметьте, опять же, вы не подали на развод с садами, вы стали требовать развода, т.е. вы не захотели брать личную ответственность на себя, а это значит, что, скорее всего, скорее всего, своего мужа, вы таким образом пытались шантажировать, т.е. вы пытались именно его шантажировать, а, а, ну, разводом, надеюсь, что он, а, испугается, значит, того, что вы можете, ну, что вы можете уйти, и перестанет, а, значит, ну, перестанет взаимодействовать, с, а, ну, что-то, с девушками, хотя это, а, конечно, безусловно, не так, да, т.е. вы, что сделали, вы, по сути, а, угрожали, угрожали своему мужу, да, вот, но взяли ответственность, ответственность взяли и переложили на него, т.е. типа, перешай, там, вот, перешай, как будет, так и будет, т.е. если, как бы, мне не нравится что-то, да, допустим, но разводиться, а, я от тебя требую развод, вот. Дальше, вы пишете, не хочет, исправлюсь, простил. Ну, т.е. по сути, это, а, детская модель поведения, поведение. Исправлюсь, а, прости, это детская модель. Т.е. это не взрослая позиция, это не позиция человека, который, а, понимает, да, что, а, ну, что, что-то не так. Это не позиция человека, который, ну, видит, а, ну, что, проблему, реальную проблему, да, это не та позиция. Что значит, исправлюсь, прости, о желании, о потребности, вот. Знаете, вы поверили ему, судя по всему, да? Вы поверили ему? Дальше. После, в течение месяца шести продолжалось у него это настроение. Какое, какое, общение, 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 она больше не ловила. А пытались ловить? Зачем? Понимаете ли вы, что это уже, по факту, недоверие? Понимаете ли вы, что это, по факту, уже вмешательство в личную жизнь человека? Вот. Понимаете ли вы, что вы здесь превращаетесь в преследователя? То есть, как бы, постоянное подозрение, постоянно что-то еще и так далее. Понимаете ли вы, что за общением, за общением мужа, что-то стоит, не желание вас принизить обязательно, да? А это, скорее, именно, вот, какие-то желания. Вот. Понимаете, да? То есть, как бы, ваша позиция, это позиция родителей. Которые запрещают, но ничего не дает взамен. Взамен. Кроме того, что, ну, сам считает, например, допустимым. Вот. То есть, эта история, она, вот, такая, как бы. И, конечно же, конечно же, что это никаких плодов не приносит. Абсолютно. То есть, это ничего не дает, кроме продолжения. Вот. Я уверен, что вы, по итогу, ждете, что мужчина вам продолжит изменять. Чтобы, в конце концов, прийти к некому такому заключению относительно себя. То есть, относительно того, какая вы. Так обычно это бывало. То есть, если вы с себя сомневаетесь, да, если вы сомневаетесь на свой счет его измены, его, как бы, даже не измены, а его просто поведение, то это означает, что вы ищете подтверждение негативной оценки себя. Вот. Потому что, ну, кто знает, может быть, у мужчины, там, что-то нездоровое. Кто знает, может быть, эээ, жив какие-то проблемы, может быть, у мужчины драма, драма какая. Может быть, он в себе не уверен. Поэтому так поступало. То есть, тут, как бы, к вам вообще, вообще, может быть, это и не относится, но вы видите это так. И у этого есть причины. Дальше. А, значит, вы пишете, что не так. Ну, например, брат, пока не так только то, что вы ориентированы на себя, а не на мужем. То есть, вы для него делаете всё, но вы делаете для него всё, что вы считаете нужным. Всё, что вы считаете правильным. Всё, что с вашей точки зрения является хорошим. С вашей, а не всего. Разница существенна. Понятно, да? О чём идёт раньше? Что мне делать? Опять же, ответ на этот вопрос, что вам делать, зависит от целей по итогу. То есть, в зависимости от того, какие цели у вас, можно будет и выработать тактику. То есть, если вы, например, хотите, чтобы муж перестал это делать, это одно. Если вы хотите разобраться со своими переживаниями, да, то есть, ну, со своими проблемами, это другое. Например, неуверенность в себе, ревность, страх одиночества, отсутствие собственных значений, ну, вот. Ориентироваться на внешний вактор, вот. Ну, в отношениях, как бы, с мужчиной, да, допустим. То есть, как бы, ну, ориентироваться именно на внешний вактор, то есть, у вас фигура там хорошая, что секс хороший и так далее. Вот это всё. Это то, что вы считаете важным, но то, что может не считать муж, вот. Так что, здесь очень важно именно, чего вы хотите. То есть, заметьте, пожалуйста, что вы не формулируете своей целью. Как таковой её у вас нет. Пока что. Запроса нет, чего хотите. Дальше. Так, я молодая, терпеть всю жизнь не хочу. А что делаете? А, я себя полностью под него построил, подстроила. Ну, вот, в принципе, это может быть одна из причин, потому что, когда человек полностью себя подстраивает под другого, он, по сути, даёт возможность другому человеку увидеть себя. То есть, ваш муж вас видит себя. По сути дела. По факту. Вот. Понимаете? Какая история. И никакой самобытности нет. С вашей, с вашей стороны. Для него. Вот. И это, на самом деле, серьёзная проблема. Которая, с одной стороны, свидетельствует о том, что у вас заничен от вас только, потому что вы построили полностью себя под него. А где же вы сами? Вот. И, с другой стороны, это то, что мужчина, возможно, не видит у вас ничего самобытного. Вот. Ну, просто ничего самобытного у вас нет. По мнению мужчины. Вот. То есть, возможно, начинать, ну, именно с этого, как раз, с того, чтобы не подстраиваться полностью под него, да, а всё-таки начинать думать о себе больше, оценить себя больше, да, перестать жертвовать с собой. Вот. Иногда достаточно просто перестать, значит, выбиваться из сил ради человека. Стараясь сделать для него всё, что он в ваших силах, да. А делать только, ну, вот, только-только самую необходимую, ну, самое-самое необходимое, самое-самое необходимое. То, что необходимо, и то, что вам, ну, не сложно, не сложно сделать. Вот. То есть, определитесь, пожалуйста, с субъективной стороной того, для чего вы полностью подстроились под него. И чего вы ожидаете в ответ. Вот. Что тоже очень-очень важно. Вот. То есть, конкретно, чего вы ожидаете в ответ, чего вы ждёте от мужа. Понимаете? Потому что, если вы построились под него, ожидая, что он, например, будет делать то же самое, да, или там, что он вас вознаградит чем-то, что это, по сути, опять же, такое коры-корыстное отношение, которое к любви, как таковой отношения, ну, не имеет. Потому что вы это, вы это делали не для мужа, да, а для, вот, собственно, себя, как бы. И это, на самом деле, проблема, проблема. Это, на самом деле, проблема. Вот. Это непонятно, вы здесь, вот, с какой целью написали, что вы построили себя под него. Это что такое? Это информация, это жалоба, это что, что вообще? Дальше. Что мне спросить у него? А, ну... Не очень понятно, как сейчас. у вас складываются отношения, да, то есть, не очень понятно, как именно сейчас они выглядят. А, то есть, если... Ну, на данный момент это проблема или нет. Если есть, то как она выглядит, что из себя представляет. Вот. И если нет, то, соответственно, может быть, мужчина и сам перестал уже делать. Если вы просто боитесь повторения этой ситуации, то вам работать нужно не с... Ну, как бы, как бы не с ним строить разговор, да. А, во-первых, намастоятельно поработать необходимо. Это куда более важный момент для вас. И полезнее, скорее всего, чем строить разговор, потому что... Ну, потому что, скорее всего, разговор у вас построить не получится пока. Без подготовки. Без подготовки именно психологической. Вот. Поэтому я не рекомендовал бы вам с ним сейчас вообще разговаривать. А, скорее, взять несколько консультаций. Разобраться с тем, что происходит. И уже после этого более, так сказать, осознанно подходить к вопросу того, что... Ну, к вопросу разговора. Вот, оно и стало. Разговор нужно строить грамотно. Вот. За разговором, то есть, за словами всегда идут действия, да. А если действия не идёт, то, соответственно, смысла разговора в этом нет. Вот. А я рекомендую вам просто разговаривать с Путин почаще. Вот. Путин его на интересующие именно его темы, да. То есть, чтобы он высказывался именно по интересующим его вопросам и темам. Вот. Ну, просто, чтобы он выразил какие-то свои, значит, ну, какие-то свои мысли, идеи. Вот. Ага. И этого пока будет достаточно на самом деле. Этого пока будет более чем достаточно для того, чтобы вам понять, что происходит. Вот. Вот. Больше не нужно. Я уверен, что послушав его на интересующие темы, повзаимодействовав с ним в его среде, вы при желании, именно при желании, достаточно легко поймёте, как обстоят дела, что происходит и так далее. Вот. И ещё раз повторю, при должном уровне психологической подготовки. Вот. Любой разговор сейчас относительно этого, да, это будет своего рода манипуляцией, своего рода шантажём, вот, своего рода давлением, наездом, и, в общем, неконструктивным ни в коем случае диалогом, который вполне возможно приведёт вас только лишь ещё к тому, что вы отдалитесь ещё больше. Дальше. Я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? У меня нет сил, на все тратятся силы. Нескончаемые истерики от обиду. Обиды на что? Понимаете, Екатерина, вот, обида очень детское чувство. То есть, по факту, по факту, обиды – это завышенные ожидания. То есть, вы что-то делаете для своего мужа. Я даже как бы, как бы, ну, предполагаю и понимаю, что вы делаете. Вы делаете для него всё. Вот просто всё вы для него делаете. Что-то вы можете, что-то вы можете. Но вопрос заключается в том, ради чего, для чего. Потому что, если вы это делаете, как я уже говорил, из-за того, что вы ожидаете, да, из-за того, что вы хотите, то вот вам обида. Человек совершенно не должен вам того, что вы хотите. Это его обязанность, но не право. И получается, что вы просто считаете, что он вас должен. Просто потому, что вы, ну, вот, действуете так, как действуете. Делаете так, как делаете. К сожалению, это не так. Вот. Истерика – это не еда потребность во внимании. То есть, у вас, у вас завышена потребность во внимании. И с этим, с этим можно и нужно также работать. Если вы, конечно, этого хотите. Вот. То есть, ну, безусловно. Безусловно, если вы этого хотите. Вот. А, вот, в принципе, что-то можно вам сказать. Ну, соответственно, психоз, да, психоз – это, это, еще раз, заболевание. У вас, скорее всего, не психоз. Вот тут вы себя явно накручиваете. Вот. Ну и, если у вас, соответственно, есть ревность, имеет место быть ревность, то с ревностью также нужно работать. Вот. Итак, надеюсь, вы меня поняли, что ни в коем случае будем сейчас не разговаривать, ни в коем случае сейчас разговоры будем не начинать. А, просто, значит, для себя, просто для себя поставить цель лучше. Ну, лучше для начала. В себе, в себе разобраться впервые. Вот. А там уже будет видно. А, что и как. Вот. То есть, ну, я надеюсь, что вы не хотите еще большего негатива. Вот. Со стороны, ну, со стороны мужчины для себя. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. А, я буду раб помочь вам. Ага. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.